По валютному курсу у всех я смотрю какое-то непонятное расслабление. А ведь на самом деле, по всем внешним признакам, рубль доживает последние спокойные деньки. Мало того, что в правительстве уже давно и практически открыто все, вплоть до министра финансов заявляют, что текущий курс бюджету не выгоден и потому его надо обвалить, так ведь и с нефтью кормилицы все хуже некуда. Вот сегодня Brent впервые с октября прошлого года опустился ниже 46 за баррель. Особенно тревожно для поклонников стабильности, что падение имеет место уже после продления соглашений об ограничении добычи, на которое нефтедобывающие страны возлагали большие надежды. То есть нефть не просто падает, но и впереди не видно никаких позитивных для нее новостей. Вопрос-то простой. Долго ли при таких раскладах рубль может удержаться ниже 60 за доллар? Я думаю, что очень недолго, а тем более, что август близко, а он, как известно, очень неприятный месяц для России. Кстати, во всех предыдущих сценариях валютного краха 98, 2008, 2014 в августе обычно происходило только первое шоковое падение, а потом уже всю осень оно просто продолжалось. А еще в середине мая больше 15% потерял в цене природный газ. Мы должны понимать, что в меняющемся мире, где все пляшет и совсем не так, как нам хочется, можно выиграть только за счет высоких скоростей, новых технологий, взаимопомощи, глобальной поддержки друг друга, свободного дыхания, новых идей и консолидации, то есть то, к чему стремится весь цивилизованный мир, а не вечными мантрами «что было, то было, стабильность лучше всего», «то, что было, это не так, а будет так, как мы скажем, и будет вообще все зашибись». Такими сказками сегодня уже никого не накормишь.